Скоро домой пойдем, да? Скоро домой домой. Еще сестричка ждет. Самым главным подарком для брещанки Татьяны Крачков праздник Рождества стало появление на свет маленького сыночка. Заветное время без 15,4 навсегда останется в памяти мамы мальчика, рождение которого с особым трепетом ожидал супруг, немного заскучавший в женском коллективе, и бабушка. У нас получается все девочки, все внучки, внучки, а тут внук наконец-то появился. Все довольны, все счастья ждут, когда скорее уже выпишут нас. Ну так что готовимся, то готовимся. Надеемся, все хорошо, и где в понедельник, может, выпишут. Вместе с богатырем семьи Крачков в рождественский день родилось 10 малышей, первый из которых увидел свет уже в 3 часа утра. Конечно, такое важное событие не могло не стать поводом для праздничного визита представителей церкви. С благословением в гости к молодым мамам прибыл епископ Брестский и Кобринский Иоанн. А это у вас кто? Девочка. 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 Большая. Конечно же, в такой праздник, одной из главных торжеств для всего православного мира, владыка пришел не с пустыми руками. Вместе с благословением и пожеланиями крепкого здоровья, каждая из мам получила небольшие подарки для себя и своих малышей. Поскольку они родились в такой знаменательный день, когда мы празднуем рождение самого Спасителя, то, конечно, приехал поздравить их с этим праздником и пожелать, чтобы всегда Господь был с ними, с этими семьями, с мамами, с этими детьми, а потом и с их уже детьми, и с их внуками. Это знаменательный день, конечно, и мы все должны благодарить Бога, что Господь вот так судил, благословил, чтобы эти дети родились, можно сказать так, вместе со Христом, в день Рождества Христова. Семь мальчиков и четыре девочки. Таков итог рождественского дня для областного родильного дома, сотрудники которого отшучиваются. До нормы в 17 чуть-чуть не дотянули. Здесь, в комфортных условиях, в современно оснащенных палатах и операционных, теперь эти показатели стали реальными. Красноречивым подтверждением тому служат и личные рекорды рождественских рожениц. Для пятерых из них это уже вторые роды, для одной – третьи. Рождество, конечно, мы немножко не дотянули до средней нормы, потому что в среднем у нас где-то 17-18 родов происходит ежесуточно, это включая все праздники и так далее. Вот и по итогу за прошлый год эта же норма у нас и осталась, потому что если уже пойти в сторону прошлого года, то мы не только на несколько десятков родов у нас стало меньше, то есть эти объемы, которые были у нас и в 2014 году, они сохранились, то есть работали мы очень интенсивно. В 2015 году в Брестском областном родильном доме было проведено более 6 тысяч родов. Благодаря профессионализму медиков и в целом всего персонала учреждения происходят настоящие чудеса. Несколько лет назад здесь удалось выходить малыша, вес которого был чуть более 600 граммов. Женщины, ощущая поддержку семьи и государства, не боятся возвращаться сюда снова и снова, а потому в городе уже назрел план открытия еще одного родильного дома. Сегодня по заявлению председателя госполкома вопрос этот решен, будут изыскаться средства для того, чтобы сделать ремонт в одном из лечебных учреждений и открыть хотя бы такой резервный родильный дом.